Готовится запеканка просто и без особых навыков кулинарии. Блюдо получается достаточно сытным, сочным, с ярким вкусом, благодаря обжаренному луку. Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Александр. И я, Марина Чернова. Сейчас мы приготовим запеканку картофельной с мясом. Итак, канал с Дедом за обедом. Картофельная запеканка с мясной начинкой. Оставайтесь с нами. И этот рецепт я опубликовал на кулинарном сайте КубПАД, который попадет в его печатную книгу КубПАД. Конкурс на публикацию в книгу на сайте еще продолжается, и каждый из вас может принять в нем участие. Переходите по ссылке под видео и публикуйте любые рецепты с хэштегом YouTube. У нас у всех есть шанс попасть в одну из семи книг. Для регистрации на сайте КубПАД перейдите по ссылке под видео. Кстати, не забудьте подписаться на мою страничку. Только сначала рецепты смотрите до конца. В состав рецепта входит... Картофель, фарш говяжий, помидоры черри, репчатый лук, сыр, сливочное масло, молоко, масло растительное, томатный кетчуп или томатная паста, укроп, соль, перец по вкусу. Для начала необходимо картофель отварить до готовности в подсоленой воде. Пока картофель готовится, подготовлю следующие ингредиенты. Репчатый лук очистить и разрезать пополам, потом на кубики. Как тебе резать на новой доске? Восторг! Качество доски, друзья, шикарное. Да и красивая она очень. Ссылку на видео с розыгрышем на эту доску смотрите в верхнем углу справа. В описании под видео есть контакты с производителем этой торцевой разделочной доски. Половину сыра натереть на крупной терке, другую половину нарезать на кубики. Сыр можно брать любой, какой вам больше нравится. У меня тельзитер. Укроп нарезать очень мелко. Зелень можно заменить на любую другую или вовсе без нее. В сковородку налить одну-две столовые ложки растительного масла и дать нагреться. Обжарить лук до приятного глаза румяного цвета. Добавить фарш, у меня говяжий покупной. Вы же можете заменить на свиной или фарш птицы. Перемешать и обжарить на сковороде минут 5-7. Нужно, чтобы немножко осталось влаги. Как ты думаешь? Ну, уже согласно. Тогда кладем томатную пасту и тушим. Закрыть крышкой и потомить пару минут до соединения вкусов. Затем посолить, поперчить по вкусу. У меня это 1 чайная ложка соли и пол чайной ложки черного перца. Хорошо размешать. По желанию можно добавить чеснок или любые специи на ваш вкус. С готового вареного картофеля слить воду в отдельную емкость. Добавить сливочное масло и молоко. Сделать картофельное пюре толкушкой, подливая при этом по необходимости картофельный отвар. Добавить мелко рубленный укроп для большего аромата блюду. И перемешать. В жаропрочную форму выложить пережаренный говяжий фарш. Разровнять по форме. При этом слегка утрамбовать. Сверху выложить кубики сыра. Теперь переложить весь картофель. И разровнять. В произвольном порядке придавить запеканку помидоры черри. Присыпать натертым сыром. Запекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 20-30 минут. Сверху должна образоваться аппетитная корочка. Так что ориентируйтесь по своей духовке. Вкусная, сочная, нежная запеканка из картофеля и говяжьего фарша готова. Подавать на обед, ужин, в теплом виде с любым салатом из свежих овощей. Попробуйте обязательно приготовить такую запеканку. Действительно получается очень вкусно. С удовольствием кушают не только взрослые, но и дети. Надеюсь, рецепт был полезен. Ждем ваших рецептов на сайте КубПад. Переходите по ссылке «Опубликовать рецепт» под видео и публикуйте любое блюдо с хэштегом YouTube. Приятного вам аппетита! Понравился рецепт? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я желаю вам хорошего настроения и до скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok